МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Шок и позор. Музей великого Гаяза из Хакии в его родной деревне в плачевном состоянии. Получить свой родной язык за деньги, мне кажется, психологически тоже не так просто. Курсы татарского. Где и как изучает государственный татарский язык? Почему частные языковые школы сворачивают свои национальные программы? Узнаем. Наша цель ведь не заработать. Наша цель, чтобы это было свободно. Парковки в Казани станут дороже. 100 рублей предел или только начало? Чем нам интересен московский опыт? Будем разбираться. Есть татарские поговорки, которые мне очень не нравятся. Например, такая. Татар узденошар, что в переводе означает «татары сами себя едят». И действительно, иногда кажется, нам не нужно внешних врагов. Нам бы разобраться внутри, у себя. Нам бы объединить все усилия для духовного роста нации, обучения наших детей, поддержки развития культуры и образования. Известный во всем тюркском мире общественный деятель, стоявший у истоков татарской государственности, в рамках еще Российской империи, Гаяз Исхаки как-то сказал «народ, потерявший свою историю, теряет все». Как он был прав? Сама личность Гаяза Исхаки, его творчество, его общественно-политическая деятельность – это часть фундамента государства Республики Татарстан. Гаяз Исхаки, по-моему, это второй ата-тюрк для всех тюркских народов. Не меньше. Вопрос. Мы, наследники, как мы должны чтить его память? Конечно, ответит мне каждый образованный человек, как святыню, как одного из великих сыновей татарского народа. Если, конечно, мы перечисляем себя к числу развитых и образованных наций мира, имеющих будущее. А вот теперь посмотрите на эти кадры. Страшные кадры. Это все, что осталось от музея великого татарского писателя, публициста, политика и общественного деятеля Гаяза Исхаки в его родной деревне Яуширме, ныне село Кутлушкино Чистопольского района. Музейный комплекс практически полностью уничтожен огнем. Но самое парадоксальное – этот возмутительный случай даже не попал в сводки важных происшествий. Его практически не заметили. Сообщили, что сгорели какие-то постройки на территории музейного комплекса в Чистопольском районе. По злой иронии судьбы, все это произошло в год, когда во всем тюркском мире отмечают 140-летие со дня рождения великого Гаяза Исхаки. И мы в республике отметили. Президент Татарстана Рустам Мениханов изыскал средства на ремонт и реконструкцию музейного комплекса в размере более 30 миллионов рублей. Деньги были выделены, но ничего не было сделано. Музейные работники в неофициальных разговорах кивают в сторону главного инвестиционно-строительного управления республики, где, по их словам, застрял проект реконструкции музея. Словом, пока шел обычный чиновничий футбол, музей практически сгорел. Эльзира Юзаева расскажет подробно. Этот указатель с выцветшей синей краской встречает каждого на подъезде к селу Кутлушкино Чистопольского района. Все то, что осталось от прежнего древнего названия деревни Яуширме, в которой родился Гаяз Исхакэнь. Своё второе теперь уже официальное название Кутлушкино получило в 30-е годы прошлого столетия, благодаря одноимённому колхозу. Здесь и сегодня мало что поменялось с советских времён. Удивительным образом сохранившая иммунитет атрибутика советской власти на крыше административного здания и пресловутые деревенские дороги, ведущие в никуда. Дорога к музею Гаяз Исхакэ отнюдь не вымощена славой. Говорят, что в непогоду здесь вообще невозможно ни пройти, ни проехать. Ну, во-первых, от начала деревни до объекта культурного наследия. Дорога вся разбита. Во-вторых, нет ни одного указателя. Вот, к примеру, здесь должен стоять знак, что здесь родился и вырос великий писатель татарского народа. О том, что на месте заброшенного детского сада когда-то стоял дом деревенского мулы, отца известного во всём тюркском мире писателя и общественного деятеля, сегодня помнят только старожилы. В конце 90-х, в период всплеска народного самосознания у татарской общественности, была даже идея воссоздать родовое гнездо с указателем значимости этого исторического места. Но в итоге было решено создать музей Гаяз Исхакэ в его родной деревне в здании сохранившихся торговых лавок купца Сайфуддина. Тем более, что сестра Гаяз Исхакэ Фаридабану была за этим купцом замужем. И чисто теоретически Гаяз Исхакэ мог наведываться к ним в гости. Этот приезд на родину великого татарского просветителя и политического деятеля нашу съемочную группу поверг в настоящий шок. Пожар в музейном комплексе Гаяз Исхакэ произошел буквально на днях. 16 сентября сгорели стилизованные постройки начала 20 века, которые показывали быт татарской деревни. Все полыхало буквально в трех метрах от основного здания. В этих же зданиях не было ни электричества, ни газа, поэтому, возможно, речь идет об умышленном поджоге. Пожар произошел днем. За 20 минут все съело огнем. Сам музей Гаяз Исхакэ уцелел чудом. Деревянные постройки, по словам музейных работников, не представляли историческую ценность. Но они были частью музейного комплекса. Его, кстати, 20 лет тому назад строили всем миром. И, по большому счету, не за деньги скудного районного бюджета, а за счет спонсорских вложений. Тогда кто-то поставил фонари, кто-то асфальт. Но после открытия в 1999 году, за прошедшие почти 20 лет, музейный комплекс так и оставался пребывать в первозданном виде, пока не пал жертвой стихии. Торжевой охраны нет. И, соответственно, в СМИТ было заложено устройство нового ограждения, устройство видеонаблюдения. Это вопрос уже с бородой. Мы по этому вопросу обратились в правительство нашей республики, от имени нашего комитета. Трижды обращались. Были, конечно, реакции. Были выделены финансы для проведения ремонтных работ. Но к великому сожалению пока еще гос. И ныне там. Почему, пока еще мы не знаем. В этот юбилейный год, когда татарская общественность отмечала 140 лет со дня рождения Гаяза из Хакэй, было решено провести полную реконструкцию музейного комплекса. Где-то в прессе упоминалась даже сумма проекта на 35 миллионов рублей. В деревне ждали ремонтную бригаду еще весной. Но так и не дождались. Первоначальный вариант СМЕД, значит, их управление ценовой экспертизы проверяли. И КИСУ проверяли. В общем, первый вариант СМЕД не устроил. То есть, да, изготовил, был изготовлен второй вариант. В итоге КИСУ выдало письмо в Минстройство, что сначала целесообразно выполнить проектные искательские работы. Вот. Только после выполнения этих работ приступить к ремонтно-реставрационным. Но, отчасти, в этом смысл есть, конечно, но это еще больше затянет процесс. Я бы не назвал это задержкой. Дело в том, что процесс определения стоимости, он, ну, длительный, во-первых. Нужно провести определенные работы проектные, изыскательские, да, определить сумму, обосновать эту сумму. То есть, вот, этот процесс, он занимает время. 23 февраля этого года юбилей писателя в его родной деревне Кутлушкино прошел более чем скромно. Писателя, которого помнят и знают во всем тюркском мире. Писателя, которого его современники ставили в один ряд, стукаем. Гайзис Хаке был кумиром молодежи. Его портретами украшали свидетельства об окончании медресе. Ученические тетради. Его рассказы и повести пользовались бешеной популярностью. Каждую изданную книгу раскупали вмиг. Татарские театры ставили его пьесы. Его знаменитая пьеса «Зулейха» стала громким событием татарской культурной жизни начала 20 века. И остается классикой национальной драматургии и по сей день. Историки писали, что Гайзис Хаке всей душой болел за татарский народ. Всю свою жизнь посвятил борьбе за независимость татар. Он призывал народ к культуре, к свободе и к борьбе с несправедливостью. Он был неудобен во времена царского режима. Он стал неугодным и советской власти. Лидер татарского национального движения умер в эмиграции в Анкаре. Из самых дорогих, четкие отца Гайз Хаке Геличитина Хазрата, четкие, личные. Но почему все-таки хотя бы не за стеклом? Ну нет, не было стеклом. Даже не думали об этом, да? Не думали. Личных вещей из Хакеи в музее Кутлушкина не так уж и много. Кулон, медальон, щипцы и ручка, которой, кстати, он пользовался до конца своей жизни. А вот знаменитая пенсне из Хакеи. В этом музее уникальная реликвия стала объектом массовой фотосессии. В этом музее уникальная реликвия стала объектом массовой фотосессии. Надеваете, дети будут подрогать, да? Да. Все экспонаты, среди которых есть и наиболее ценный, как горсть, земли с могилой из Хакеи в Турции и книги с его произведениями хранятся в жутчайших по меркам музейного дела условиях. Даже не специалисту понятно, что музейные витрины и выставочные стенды должны быть герметично защищены от воздействия воздуха, пыли и перепада температур. Ни один стенд, ни одна фотография или историческая реликвия не прикрыты хотя бы стеклом. 10 тысяч документов и 56, по-моему, тетради, еженевники привезли. ГС Хаке. Да, ГС Хаке. К вам это не попало? Нет, нет, не привезли нам. Теперь становится ясно, почему имеющиеся в Национальном музее рукописи из Хакеи не передали в музей на его родине. Потому что рукописи горят. Возможно, у этого безалаберного отношения к наследию одного из самых выдающихся писателей татарского народа есть свои объективные причины. Объективные, которые, как всегда, сводятся к банальной нехватке средств и внимания. В музее ГС Хакеи, я вам честно скажу, что он малопосещаемый музей. Несмотря на то, что вот в 40-летие мы направляли письма в районы республики, в татарские гимназии. Хоть бы кто приехал, никто не приехал. Мы должны вернуть ему наш долг. Мы в долгу перед Гоя-Искакей. И оставлять в таком состоянии его родное село, его музей, это, можно сказать, преступление. Ельзира Юзаева, Андрей Кузьмин, Константин Илларионов, Роман Безменов и Андрей Моков. Тот факт, что все это случилось в Татарстане, где, как мы знаем, руководство республики очень бережно относится к сохранению исторического и культурного наследия, тем более настораживает. В данном случае налицо целый набор и нарушений, и халатного отношения к делу. Есть вопросы и к администрации района, и к работникам культуры, которые, мягко говоря, безалаберно отнеслись к музею нашего великого соотечественника. И главное здесь нельзя сослаться на вечную проблему нехватки финансовых средств. Повторим, деньги и немалые на реконструкции музея были выделены, но ничего не было сделано. Но я не склонен во всем обвинять только чиновников. А где мы с вами, где интеллигенция, которая должна сохранять совесть нации, которая должна бить в набат, увидев, что в наш общий дом пришел пожар, которая должна призывать народ навалиться всем миром, чтобы отстоять наши культурные памятники. Музей Гаяза Исхаки – это не просто несколько деревянных домов. Это часть нашего исторического культурного кода, потеряв который, мы рискуем потерять и себя в истории. Народ, потерявший свою историю, теряет все. Повторим еще раз эту бессмертную фразу Гаяза Исхаки. И продолжим тему. В основе генетического кода любой нации, кода самосохранения, конечно, главное место занимает язык, как носитель культуры. Вы знаете, нам и здесь предстоит решать огромное количество проблем. Уже не первый год мы затрагиваем в своих программах тему выживания татарского национального образования, как в самой республике, так и за ее пределами. Именно выживание, ибо говорить о каком-то расцвете национального образования, тем более в регионах, увы, не приходится. Здесь-то, в родном Татарстане, нам приходится, можно сказать, с трудом отстаивать свое законное право на изучение государственных языков в школах республики. В других же регионах и странах, где компактно проживают татары, приходится еще труднее. Тем не менее, несмотря на все препятствия, в этом огромном благородном деле есть и свои маленькие победы и достижения. Сегодня в программе «Семь дней» мы продолжаем серию репортажей о том, как и благодаря кому еще выживает национальное татарское образование за пределами республики. И Тугантель И Тугантель, и Матуртель, и Кем, и Кемнентеле, Даньяда Кюк Нарсабельдем Синь Тугантель Архале О, как хорош родной язык, отца и матери язык, Я в мире множество вещей через тебя навек постиг. Лучше, по-моему, и не скажешь. И пусть не все слова великого Тукая этим ребятам из татаро-башкирской воскресной школы, что находится в городе Астана в Казахстане, понятны сразу. Видно, новые знания они впитывают, как губка. По споре тому и возраст. Занятия по татарскому в этой школе проводятся для двух разных групп. Младшие от 4 до 7 лет и старшие от 8 до 17. Педагоги и сами уроки, которые проходят в непринужденной атмосфере. Когда занятия с учебником чередуются с хоровым пением, национальными танцами, и в этот момент уже объединяются обе группы, и младшая, и старшая. Педагоги татаро-башкирской школы в казахстанской Астане уверены, что в игровой форме лучше усваивается материал, а кроме того, доступнее, понятнее идеи патриотизма. Учителя стараются донести до ребят, здесь нет и не может быть противоречий. Можно любить родной Казахстан и при этом чтить традиции и обычаи родного же татарского народа. К тому же языки татарский и казахский в чем-то схожи. Потому что пола – это и по-казахски пола. И чтобы у нас сопоставление было с казахским языком. Понятное дело, все работает в комплексе. Не придут опытные, знающие учителя в школу со слабой материальной базой. В этом плане школа Астаны может служить примером. Но очень важно, чтобы национальным татарским учебным заведениям или хотя бы классам помогали местные богатые татары, меценаты и спонсоры. А вот с этим уже сложнее. Другая важная составляющая благополучия национального образования в регионах – работа с родителями. Опять же, увлечь их просто патриотическими идеями сейчас нереально. Нужно, чтобы они сами были заинтересованы отдать своего ребенка в школу с этнокультурным компонентом. Если помимо материальных плюсов есть еще что-то, какая-то дополнительная фишка, как в той же татарской гимназии номер 84, что в Уфе, тогда и результат налицо. В этой школе татарский язык изучают во всех классах. Татары по расширенной, углубленной программе, дети других национальностей в более облегченной форме. Но обязательно. А та самая фишка гимназии – это занятия по развитию творческих способностей детей. Чему здесь уделяют особое внимание? Есть и собственный театр-студия «Символ». Выпускники этой гимназии блистают на театральных сценах не только Уфы и Казани, но и Москвы. Уфы и Казани. И все-таки нужно быть объективным. Татарские национальные школы в российских регионах по большей части выживают. О какой-то позитивной динамике по количеству таких учебных заведений числу учащихся и часов татарского говорить, увы, не приходится. Скорее идет обратный процесс и известные изменения в федеральном законодательстве тому способствуют. Скажем, в Свердловской области в этом учебном году только в 19 из 40 татарских деревень в школах преподается татарский язык и татарская литература. Самое печальное, что через год другой таких школ может стать еще меньше. В быту на улице татарская речь звучит все реже, даже в сельской местности, где компактно проживают татары. Потребность в родном языке после окончания школы и вовсе кажется сомнительной. Примириться с такой вроде бы объективной реальностью родители татары не могут и не хотят. Ведь если умрут татарские школы, исчезнет и сама деревня. Ее традиции, обычаи – самобытный татарский народ Свердловской области. Впрочем, ситуация не безнадежная. В Нижносергинском районе в результате оптимизации четыре школы из татарских деревень Уфа-Шигири, Урмикеева, Шакурова и Акбаш были объединены в Центр образования наследия. И самое главное, татарский язык, как родной, не исчез из учебной программы. В Тюменской области похожая ситуация с изучением родного татарского. Всего по региону его учат четыре с половиной тысячи детей. Прямо скажем, невелика цифра. И в основном процентов на девяносто – жители сельской местности. В Тюмени и Тобольске по одной школе, где предмет стоит в расписании. В прошлом году, как факультатив, его ввели еще в семи школах Тюмени. Но с 2018 года преподавание отменено. 52-я школа – единственная на всю Тюмень с татарским этнокультурным компонентом. Она расположена в татарской деревне, ставшей городским микрорайоном Казарова. В новом учебном году школа приняла 360 учеников. Уроки татарского языка и литературы посещают все, независимо от национальности. Когда родители идут к нам, подают заявление в первый класс, они понимают, в какую школу пришли. Это этнокультурная школа с татарским компонентом. И родители не против того, что их ребенок учит татарский язык, знакомится с культурой, литературой, обычаями, традициями татарского народа. Татарский язык в расписании немало удивил Данила Павлова 9 лет назад. За эти годы отношение к языку у школьника поменялось. В этой школе я учился с первого класса. Когда я пришел и узнал, что я буду изучать татарский язык, я удивился. Но спустя 9 лет я понимаю татарский и могу общаться с людьми на улице. В Ижевске каждая школа многонациональная. Язык тукая звучит в учебных классах здесь уже с 90-х годов. Но в последние годы и в Удмуртии тенденция тревожная. В некоторых школах предмет татарский язык и литература либо исчез вовсе, либо переведен на факультативную основу. В 10-й школе татарский получил свое законное место в расписании уроков. Во многом это заслуга родителей, которые хотят, чтобы их дети знали татарский язык основательно. И как родной, и как язык межнационального общения. Я Удмуртка. Я изучаю татарский язык, потому что хочу быть современной. Современные люди знают много языков. Если знать татарский язык, можно понимать других чурских народов. Например, башкиров, кумыков, узбеков. И тугантель, и матуртель. А ведь действительно лучше и точнее не скажешь. Будем помнить это, где бы мы ни жили. Тимур Бекмурзин, Фанис Фаткулин, Альфия Габдушева, София Хайрулина, Аделия Тухбатова, Александр Матросов. Казань, Астана, Уфа, Свердловская и Тюменская область. Ижевск. 7 дней. С 1 октября в 20 мечетях Татарстана стартуют курсы татарского языка. Надо отдать должное духовному управлению мусульман, организатору данного, я бы даже сказал, просветительского движения. Почти тысячи человек уже записались на курсы. Но есть один немаловажный момент. Все будущие учащиеся в мечетях люди, скажем так, не случайные. Это именно те ученики, которые через татарский язык будут познавать азы традиционного ислама. А если ты, к примеру, не мусульманин, если ты атеист и вовсе не татарин, где ты можешь изучить еще один государственный язык республики? Мы обзвонили практически все школы по изучению иностранных языков. В большинстве из них курсы татарского языка, которые, как нам сказали, некогда были очень популярны, в этом году вовсе отменены. Сработал эффект домино. Как нам посетовали организаторы частных курсов, после того, как в школах татарский язык из разряда обязательных перешел в разряд предметов по выбору, количество желающих его изучать в частном порядке резко сократилось. Подробности у Эльзиры Юзаевой. Это не театральная постановка и не съемка кино. Актеры Тинчуринского театра примеряют новые образы. На какие только языки мира не переводился этот знаменитый южнокорейский мультфильм. Впервые маленькая подводная лодка Марин и ее друзья заговорили по-татарски. Дети смотрят только мультики на русском языке, я имею в виду наши татарские дети, татары. У них все равно татарский корявый звучит, а вот здесь они услышат правильный язык, правильное произношение, и я думаю, что будет польза. Воспитание через татарские мультики обязательно надо. Это в первую очередь надо для того, чтобы у детей открывался язык на татарском языке. Вот для этого, я думаю. Перевод и дублирование мультипликационных фильмов – это всего лишь малая часть грандиозного национального проекта. В Татарстане полным ходом готовится к выходу в эфир новый детский канал Шаян-ТВ с круглосуточным вещанием на татарском языке. Чтобы ваш ребенок не только научился говорить, но и всем сердцем полюбил татарский язык, нужно будет просто нажать на кнопку. Для того, чтобы у ребенка побудить интерес к татарскому языку, нужно прежде всего создать эту татароязычную среду. По-татарски у нас есть вот такое слово, это звучит как мэхит. Вот это Шаян-ТВ, он как раз-таки направлен на то, чтобы создать вот эту татароязычную среду, заинтересовать ребенка. Дети ведь они смотрят именно на красочные картинки, на анимацию, им это интересно. Вот, и им без разницы, на каком языке это смотреть. Уроки татарского языка завоевывают не только телевидение, но и интернет. Этот татарский детский канал на одном из популярных видеохостингах появился в прошлом году. Первая же демо-версия, то есть пробный показ, собрал десятки тысяч просмотров. Что показывают? Семья. Семья. А на каком языке? На татарском. Творческая группа – это всего восемь молодых людей из Альметьевска. Начинали работать на полном энтузиазме. Сами придумали сценарий, написали музыку, смонтировали и выложили в интернет. Получилось весьма забавно. Безусловно, что у подобных языковых интернет-роликов, к примеру, на русском языке, популярность среди пользователей в разы больше. Для этого нужна реклама, деньги на продвижение интернет-контента и периодичность выпусков. Пока отснято пять роликов, лежат сценарии еще на 20. Но им нужны не столько спонсоры, хотя удивительно, что в нефтяном крае Альметьевске не нашлось таковых, а еще парочка таких же по современным меркам авантюристов, готовых внести свой вклад в образование и развитие своего народа. Китайский, японский и, получается, русский, как иностранный, и татарский. 12 самых востребованных языков для изучения в России. В этой школе иностранных языков занятия начались с сентября по всем популярным направлениям. Английский в авангарде, третья часть из общего числа всех курсистов выбирает именно его. А вот татарский язык хоть и не имеет численное превосходство, но в образовательной программе этого частного центра сохранится, вне зависимости от политики и общественного настроя. Есть люди, которые приезжают, допустим, в Казань с бизнес-задачами, и они понимают то, что татарский язык в какой-то ситуации может, сказав, как-нибудь поприветствовав красиво, пожав руку красиво, можно добиться результата. И, соответственно, бизнес-леди так вот получается, и, скажем так, в принципе, бизнесмены изучают татарский. В отличие от этой, многие другие языковые школы в Казани свернули свои национальные программы. Как говорится, ничего личного, нет спроса, нет предложения. Татарский язык, став необязательным для изучения в школе, тот же сдал свои позиции на рынке частных услуг. Свою роль сыграл еще один немаловажный фактор. Учитывая невысокую потребность татарского языка в обществе, особенно в условиях большого города, не все готовы заплатить за его изучение высокую цену. А в среднем это 10 тысяч рублей за триместр. Учить свой родной язык за деньги, мне кажется, психологически тоже не так просто. В Исламском университете татарский язык абсолютно бесплатно преподает уже лет 10. Но этот предмет можно безвозмездно изучать только вкупе с основами традиционного ислама и истории татарского народа. По словам ректора, в этом нет ничего противоестественного. Язык и образование – это неотъемлемая часть духовной культуры человека. Будущие имамы, работающие в Татарстане, должны знать язык своих прихожан. После того, как в мечетях было решено пятничные проповеди проводить на татарском языке, Духовное управление мусульман теперь уже при мечетях организовало бесплатные курсы по изучению татарского языка. В этом году в 20 мечетях Татарстана с октября уже начнутся уроки. Тысячи человек уже подали заявку. Но курсистов будет в разы больше. По задумке дум, мечеть должна стать не только местом для молитвы, но и выполнять широкие просветительские функции, как это было у татар до революции. Но есть особенность среди молодежи – мы мусульмане. То есть, аль-хамбли-лях, мы мусульмане, и в данном случае языковой фактор, этнический фактор отодвигается на второй план. Но это неправильно, неправильно. Почему? Потому что мы должны формировать полноценных граждан, в том числе России. Они должны чувствовать себя мусульманами, они должны знать язык, они должны сказать «Я татарин». Прогуливаясь по улицам старой татарской слободы, каждый из нас, каждый татарин чувствует свою сопричастность к этой красивой и богатой истории и культуре народа. Но согласитесь, что это всего лишь внешняя оболочка, некий такой антураж. Татар наверняка это нечто большее. Не только Чак-Чак, Тебетейка или Сабантуй. Национальная идентичность любого народа проявляется именно через язык, без которого все это великолепие кажется красивой шкатулкой, но пустой внутри. Наша основная задача заключается в том, чтобы научить говорить татарский, научить языку как средство межличностного и межкультурного общения. Первый набор в этом году на бесплатные курсы по изучению татарского языка в Казанском федеральном университете уже завершен. 800 человек. Посещаемость вновь бьет все рекорды. Желающих в три раза больше, чем позволяет квота Министерства образования. Длительность обучения всего три месяца. Но лингвисты говорят, что для полноценного обучения нужно по крайней мере года четыре, не меньше. Ученик должен постоянно поддерживать свой уровень языка, читать газеты, журналы, слушать радио и смотреть телевидение на татарском. Но для полноценной национальной языковой политики, если народ хочет сохранить свой язык, и это не панацея. Именно за счет школы на национальном языке, за счет конкурентоспособности, за счет государственной программы. То есть только особое государственное внимание на этот счет, особая пропаганда, работа с родителями в течение двух-трех поколений. Только в течение двух-трех поколений можно изменить отношение к своему языку, который считает там, а, деревенским, б, неконкурентоспособным. По словам общественного деятеля Айратов из Рахманова, только национальная система образования сможет решить языковую проблему. Поэтому пути прошли многие страны, и многим народам удалось возродить свои исчезающие языки. Все остальное, семья, телевидение, интернет, курсы, мечети, это всего лишь движение к одной цели, а не движение вперед. Ильзира Юзаева, Роман Безменов, Филюзаха Медулина, Ирек Хабибуллин. Семь дней. Мы продолжим нашу программу через пару минут. Смотрите после рекламы. Наша цель ведь не заработать. Наша цель, чтобы это было свободно. Парковки Казани станут дороже. Сто рублей предел или только начало. Чем нам интересен московский опыт? Будем разбираться. Во вторник президент Татарстана находился с рабочей поездкой в Малайзии. Рустам Мениханов ознакомился со строительством инновационного эко-города и деятельностью зоны экономического развития, а также провел встречу с деловыми кругами штата Джахор. В среду Рустам Мениханов находился с рабочей поездкой в Сингапуре. Президент ознакомился с деятельностью ряда государственных учреждений, в том числе комиссии государственной службы, Министерства коммуникации и информатизации Сингапура и Центра оказания услуг населению. С 50-летием со дня основания поздравил четверг студентов и преподавателей Казанского государственного энергетического университета премьер-министр Алексей Песошин. В день рождения в энергетическом университете открылся технопарк. Центр специального машиностроения. В пятницу в Зеленодольске открыли Рустам Мениханов и глава Ростеха Сергей Чемизов. Центр позволит создавать конкурентоспособную продукцию с хорошей рентабельностью, заявил Рустам Мениханов. Предприятие имеет замкнутый цикл производства. Оно изготавливает гильзы и снаряды, а также имеет полигон для испытаний боеприпасов. Инвестиции в Центр составили свыше 4 миллиардов рублей. Ну а теперь новости для владельцев авто. Я даже не уточняю, какие именно это новости. Потому что каждый знает, речь как всегда идет о деньгах. А точнее о том, что именно еще подорожало. Так вот, подорожают вскоре платные парковки в Казани. Несколько цифр, которые никому не покажутся лишними. Итак, на улицах Театральный и Профессора Нужина, а также на Площади Свободы плата за час с 1 ноября повышается с нынешних 70 до 100 рублей. На улицах Профсоюзная, Жуковского, Гоголя, Епеева, Щапова, лейтенанта Шмидта, Кавейнажми, Мусиджалиля с 50 до 70 рублей в час. Есть также две улицы. Это улица Бурхана, Шахиди и Курашова, где тариф снижается с 50 до 30 рублей в час. Реакция на это автолюбителей предсказуема и объяснима. Для отдельно взятой семьи ничего хорошего в этом нет. А то, что это хорошо для города в целом, это нужно еще доказать этой отдельно взятой семье. Как доказать? Выйдите на улицу и посмотрите. Мысленно представьте, что на дворе не 2018, а 2015 год. Вспоминаете? По центральным улицам невозможно было проехать в течение любого времени суток. Это были не просто пробки, это были целые лежбище для машин, которые просто не давали городу дышать. И что теперь? Две цифры приведу. За последние годы пропускная способность центральных улиц увеличилась на 18%, а средняя скорость передвижения на них на 5 км в час. Мало, но увеличение на 5 км в час это увеличение на 25%, на четверть. Эти цифры абсолютно объективны, потому что их легко подтвердить простыми наблюдениями. Но почему 100 рублей? Откуда эта страсть к постоянному повышению стоимости всего на свете? Неужели мы платим недостаточно? Это те вопросы, которые продолжают задавать люди. И действительно, почему 100, а не 80, не 90, не 70, как раньше? И есть ли предел у этих перемен? На эти вопросы пытался ответить Михаил Любимов. Многие из нас верят в то, что природа или некие высшие силы неравнодушны к человеку, и то и дело посылают ему знаки, предсказывающие будущее, предупреждающие его о чем-нибудь. Хотите увидеть знаки, которые к вам и правда неравнодушны? Никакой мистики. Эти знаки действительно видят все, поскольку это дорожные знаки. Вот этот из настоящего. Знак «Стоянка запрещена» формально позволяет вам останавливаться на улице города хоть на день, если вы не поленитесь и все это время будете таскать кирпичи туда и обратно. Поэтому заглянем-ка в будущее, где мы увидим знак. Вот он, знак из будущего. Так он может выглядеть на российских дорогах. В остальном мире он уже существует и называется «Kiss and Ride», что в переводе «чмок» и «вперед». Он не запрещает остановку, но он запрещает даже минутную задержку на дороге. Времени ровно на поцелуй в щечку и до свидания. Вот этот знак и правда из будущего. И мы уже видим его в тех городах, что развиваются быстрее и западнее наших границ. У метро, у вокзалов, аэропортов, везде, где большая суматоха, они уже есть. Когда-нибудь они доберутся и до центральных улиц наших городов. Но пока у нас есть здесь свободные места. И есть во многом благодаря тому, что они теперь стоят денег. Мы смотрим, но не видим сегодня совершенно другую дорожную ситуацию. Мы смотрим, но не видим, как меняется и наше собственное поведение. Время отныне деньги. Тик-так. И мы можем показать это, ну, вот, хотя бы на примере нашей съемочной группы. Водитель высаживает нас на одной из центральных улиц. Он не чмокает нас на прощание, пока нет такого знака. Посылает нам воздушный поцелуй и он уезжает. Он не остается здесь ни первым рядом, ни вторым рядом. Он не включает аварийку, он не сворачивает свои номера. Он уезжает. Почему? Потому что изменились его транспортные привычки. Ведь как было раньше. Никто из нас не хочет нарушать, никто не хочет приносить вреда окружающим. Но мы приезжаем в центр, мы видим, что все места заняты, а у нас через три минуты встреча. И что мы делаем? Мы, конечно, встаем вторым рядом. Мы становимся нарушителями. Таковы правила, которые позволяют нам это делать. И что сегодня? Мы приезжаем на платную парковку, мы видим, что мест свободных много. Мы можем, имеем возможность не нарушать. И вот в этом как раз смысл. Меняются наши транспортные привычки, меняемся внутренне мы. Существует правило, которое можно теперь соблюдать. На тех улицах, что подорожают уже через месяц, нынче все сложнее соблюдать эти правила. Речь даже не вот об этих наших гениальных братьях по разуму, о них позже. Просто нет места. А оно должно быть. В этом сама идея платы за место. Для властей 85% заполняемость парковки уже сигнал, что плата не слишком болезненная, что нужно повышать этот болевой порог. А на театральной, например, уже 100% практически. Поэтому 100 рублей в час с 1 ноября. Не чтобы платили больше, а чтобы в идеале вообще не платили так дорого. Для кого-то это станет дорого, и кто-то решит, что условно 70 рублей мне дорого или 100 рублей дорого. Проеду я еще 500 метров и поставлю на парковке где 50. А может быть больше вообще не приеду? Это здорово. Наша цель ведь не заработать. Наша цель, чтобы это было свободно. Итак, цель в том, чтобы были места. Пусть хоть бесплатно. Пусть хоть на 15 минут для каждого. И вот тут как раз о наших неутомимых братьях по разуму. Эти экзорсисы с номерами – детская игра в прятки, болезни роста. Скоро не будет и этого, потому что найдут способ и, главное, механизм по отлову этих анонимных бродячих четвероногих по заводскому номеру машины, например. Речь вот о чем. Человек, занимающий парковочное место в центре города весь день, лишает возможности бесплатно и ненадолго припарковаться целых 20 человек. У нас всего 2000 мест в центре города. Представим, что все это бесплатно. Значит, в день мы разместим на этих местах 2000 машин. Так было. И как сейчас. Двумя тысячами мест в день пользуются 40 тысяч автомобилей. Только 3000 автомобилистов оплачивают парковку в день. Остальные легально ее не оплачивают, поскольку вполне укладываются в бесплатный лимит времени. Так что самые хитрые из нас отбирают не деньги у государства, а не отбирают возможности у нас с вами. На каких-то участках висит запрещающий знак, но автомобилисты целенаправленно стоят. Ну, значит, есть необходимость. Значит, такая потребность есть. И там, значит, на короткое время можно разрешить эту парковку. Даете возможность людям не нарушать. Да, да, да. Именно на короткий промежуток. И вот эта цена, которую мы устанавливаем, она немножко ограждает, чтобы я не стоял целый день. Потому что есть другие автомобилисты, которым тоже это нужно. Кстати, вернемся к цене. Вот эти 100 рублей максимум – это предел или это только начало? Ну, предела совершенству, как говорится, нет. Жители Казани, как известно, давным-давно привыкли предсказывать свое будущее, глядя на столицу нашей родины, на город Москва. Если в Москве сегодня плюс 25, а в Москве сегодня плюс 25, значит, можно практически утверждать, что через 2-3 дня в Казани будет то же самое. Если в Москве начинают расширять тротуары и при этом сужать проезжую часть, как видите, значит, можно практически утверждать, что через 2-3 месяца, а может быть, конечно, и через 2-3 года в Казани будет то же самое. Если в Москве сегодня максимальная плата за час муниципальной парковки составляет 200 рублей, значит, можно практически утверждать или, может быть, нельзя утверждать. Неужели нам вот не обойтись тоже без этих, как говорят в народе, 150-200? Этот вопрос мы зададим человеку, лучше которого ответить на него не сможет никто больше в стране. Ну, даже, в общем, высокооплачиваемый джентльмен задумается, вроде так дорого получается, и будет сюда ездить на автобусе или на метро. Собственно, город именно транспортный планировщик, а вслед за ним городская власть, именно этого добивается. Вопрос, получилось ли это? Ответ, очень хорошо получилось. В Москве, где сегодня все большее количество людей ходят пешком или передвигаются по городу на общественном транспорте, есть Институт экономики транспорта и транспортной политики. Его директор Михаил Яковлевич Блинкин, человек, которого называют самым квалифицированным российским специалистом по развитию транспорта и градостроительства вообще. Ему прекрасно известна ситуация в столице Татарстана, но в сущности нет для него особой разницы, Казань или Москва. Решения у надвигающегося на оба города коллапса одни и те же. Они в изменении сознания людей. Ну, конечно, нет, что-то свойственно, скажем, меньше платить и больше хотеть, это естественно, да. Кстати, вот все эти разговоры о том, что мы все это заплатили, ребят, значит, вот, как бы сказать, ну, купил ты холодильник, но это вовсе не значит, что у тебя еда бесплатно должна появиться. Ну, купил ты машину за здоровье, ну, там еще ж надо, скажем, за все платить. Город заинтересован в поддержании деловой жизни, то есть, кто приехал на час, пожалуйста, место должно быть свободно. Вот, кстати, здесь, я думаю, что тариф надо просто повышать, потому что вот мы пока с вами говорим, все места заняты. Значит, золотое правило уже начало... Все повышает. Золотое правило заключается в том, если я приехал по делу, в городе для меня должно быть парковочное место. В городе для меня парковочное место. А вот если я там хочу автомобиль оставить на весь день, в городе отвечает. Способл, способл, но очень дорого. Можно, можно, но очень дорого. Ценность и уникальность специалиста не столько в том, что он думает о настоящем, сколько в том, как он видит будущее. Как ни громко это прозвучит, но контуры будущего мы услышали только что. Если Михаил Блинкин что-то предсказывает, это не значит, что ему так кажется. Это значит, что так и будет. Впрочем, мы можем и посрамить лучшего в стране специалиста и изменить наше будущее. Если изменим свои привычки. Если посмотрим дальше собственного капота и задумаемся о других людях. А лучше даже о других вещах. Ведь дело не в деньгах и размерах оплаты. Дело в принципе. Вы не одни в этом городе. А город это место для постоянного движения людей. А не для временного кладбища для машин. И вот так теперь будет во все времена. Михаил Любимов, Андрей Клюшников и Роман Безменов. Семь дней. Ну и в завершении. Мы уже говорили в нашей программе о памятных датах. Так уж получается. Они для нас в определенной степени маяк. Повод обратить внимание на ту или иную проблему в ее историческом развитии. Столетие со дня основания поселка Юдина. 190-летний юбилей Толстого. 140-летие Гаязы Исхаки. За чередой празднования юбилеев и памятных дат в Казани осталось незамеченным еще одно историческое событие 100-летней давности. 10 сентября 1918 года войсками Красной Армии под руководством Льва Троцкого Казань была освобождена от белочехов. Сейчас найдется немало тех, кто оспорит или наоборот возвеличит это событие. Но факт остается фактом. Именно в Казани была окончательно сформирована регулярная Красная Армия. Именно в столице современного Татарстана решалась судьба молодой советской России. И конечно же, ключевую роль здесь сыграл народный комиссар по военным делам РСФСР Лев Троцкий. О событиях 100-летней давности рассказывают видеокадры фильма «Взятие Казани товарищем Троцким». Автор киноленты Эдуард Тиссе, впоследствии один из самых известных советских кинооператоров. Ему довелось работать с такими мастерами отечественного кино, как Сергей Эйзенштейн и Григорий Александров. Кстати, премьерный показ фильма прошел в январе 1919 года, опять же, в Казани. Сейчас кинолента хранится в Российском государственном архиве кинофотодокументов в Подмосковном Красногорске. Но копии небольших фрагментов фильма уже разошлись по архивам казанских историков и краеведов. Елена Горбунчикова об уроках истории. Двухэтажный дом на Баумана 58А. О том, что здесь недавно был кинотеатр Татарстан, кстати, центральный кинотеатр Казани, напоминает лишь лепнина на фронтоне. Овал в обрамлении кинопленки и сверкающие молнии. До начала Первой мировой войны он назывался «Аполло», затем «Электро» и «Электро» с окончанием на «О». Сейчас место кинотеатра – пиццерия с весьма специфическим для Казани названием, отправляющим в историю лихих 90-х годов прошлого столетия. Именно в «Электре» в январе 1919 года состоялся показ документальной киноленты, премьеру которой казанцы ждали с большим нетерпением. Потому как сюжет картины был напрямую связан с Казанью и с недавними событиями, что произошли в городе. Кинотеатр «Электро» был единственным в Казани, где кино крутили под музыкальное сопровождение симфонического оркестра. Но какая музыка звучала во время премьерного показа фильма Эдуарда Тиссе, можно только предполагать. Взятие Казани товарищем Троцким так называлась кинолента ее автор 21-летний Эдуард Тиссе. Однако в нашем распоряжении лишь небольшие фрагменты 25-минутной кинохроники, что хранятся в Татарстанском госархиве и архивах казанских историков. Эдуард Тиссе – это, в общем-то, классик мирового кино, потому что впоследствии он был таким оператором практически всех фильмов Сергея Михайловича Эйзенштейна. Ну, известный такой фильм, как «Броненосец Потемкин» снимал Эдуард Тиссе. Вот на черно-белых кадрах бронепоезд Восточного фронта «Свободная Россия», а еще специальный поезд, на котором Лев Троцкий 10 сентября 1918 года прибыл на станцию Съяжск. Цель наркома лишь одна – во что бы то ни стало вернуть Казань, занятую белочехами и соединениями под командованием Капеля. С чем была связана вылазка на Казань Капеля и Чехов? Ну, к уровню стратегической, потому что падение Казани открывало дорогу на Москву. Был тут, скажем так, и комический. В Казани находился золотой запас, что-то на 600 миллионов рублей. По словам Булата Султанбекова, в Свияшске Троцкий наводил дисциплину среди красноармейцев, прибегая даже к самым драконовским мерам – децимации, то есть расстрела каждого десятого. За кадром, конечно же, остался расстрел солдат 2-го Пятоградского полка, самовольно покинувших свои боевые позиции. Правда, ему иногда приписывали массовые децимации, но это, как сейчас говорят, фейк. Дело в том, что это было только один раз. Судили не Троцкой, а военно-полевой суд 5-й армии. Ну, децимации не было, но 20 человек приговорили к расстрелу. Командиры, комиссары и тех, кто наиболее активно орудовал, так сказать. Эдуард Тесен на протяжении всей казанской операции много снимает, порой оказываясь в самом центре боевых действий. В объектив его кинокамеры попадают канонерские лодки Волжской военной флотилии. Благодаря их артиллерийской поддержке частям Красной армии удается взять села Верхний и Нижний Услон, выгодные высоты для обстрела города. Освобождение Романовского моста открывает Красным дорогу на Казань. К 10 сентября на подступах к городу собирается мощная группировка войск 5-й армии. Численный перевес атакующих перед белыми четырехкратный. Более 10 тысяч штыков и сабель, 41 орудие и 143 пулемета. С воздуха идет поддержка 12 самолетов со стороны реки 9 кораблей флотилии. Пока Эдуард Тесе снимал высадку десанта, части Народной армии спешно покидали Казань. Фрагменты фильма Эдуарда Тесе каждый день транслируются в музее «Городская панорама». Здесь на экране в 360 градусов можно увидеть, как красноармейцы встречают Роцкого, затем как красная конница врывается на территорию Казанского Кремля. Ну и наконец-то самый яркий момент этого фильма – это, конечно же, разрыв артиллерийского снаряда у стен Спасской башни. К 2 часам дня 10 сентября город переходит к Красным. Эдуард Тесе снимает пустые улицы. По некоторым данным, Казань в тот день вместе с отступающими белыми покинула треть населения. Это был великий исход. То есть, в сторону Чистополя дороги были забиты беженцами. Уходили не только, как Гайдар их назвал, буржуины, и священники, интеллигенции, кстати, и часть профессуры Казанского университета. Эдуард Тесе успевает везде. Ему удается отснять тот момент, когда солдаты 2-й армии под руководством Владимира Азина входят в Казань со стороны Арского поля. Колонны проходят по улице Грузинской. Ныне это Карла Маркса мимо хореографического училища. В архиве казанского краеведа Равиля Ибрагимова хранятся копии фотографий, взятых из фильма Тесе. А в советских школьных учебниках истории нужно было найти фотографию дома номер 39 по Карлу Маркса, пострадавшего во время боев. Среди тех, кто освобождал город, были Ярослав Гашек, чешский писатель, Лариса Михайловна Рейснер и первый пролетарский поэт Демьян Бедный. Среди участников гражданской войны в Казани был также Йосиф Бростита. Впоследствии он станет президентом Социалистической Федеративной Республики Югославия. По мнению казанских ученых, историков и просто любителей старины, фильм Эдуарда Тесе вполне достоин того, чтобы вновь выйти в широкий прокат. Немая кинолента представляет большой интерес с исторической точки зрения, потому как именно в Казани в сентябре 2018 года Троцким фактически была создана Красная Армия. Именно здесь, в Казани, решила судьба молодой советской России. Эта перспектива могла бы стать еще и поводом для дискуссий на тему, какие уроки истории усвоила современная Россия. Я, например, считаю, что главная заслуга нашей Октябрьской революции и Гражданской войны, что она была своеобразным уроком, мастер-классом для капитализма в Европе, из которого надо было делать вывод, что надо делиться, иначе можно все потерять. Ценно все. Любой кадр – это уже на вес золота, потому что это повторить невозможно. Тем более, что это снимали все с натуры, без каких-то постановочных моментов. То, что происходило на самом деле, то и снимали. Тем более такие мастера. Оригинал киноленты «Взятие Казани товарищем Троцким» сейчас хранится в Государственном архиве кинофотодокументов в Подмосковном Красногорске. Картина не потеряет свою актуальность и через два года, когда в Татарстане будет отмечаться столетие образования ТССР. Елена Горбунчикова, Андрей Мохов, Семней. Есть такой исторический факт. Если бы не восстание Белочехов, могла бы состояться Татаро-Башкирская республика как государство в составе РСФСР. Но у истории, как известно, нет сослагательного наклонения. На этом у нас все. На прощание занимательное видео из интернета. Взвод курсантов в городе Энн марширует под татарскую песню «Туганьяк», «Родной край». Давайте посмотрим. У нас есть повод вспомнить эту замечательную татарскую песню башкирского композитора Урала Рашитова. на стихи Гульнары Рашитовой. У нас есть повод вспомнить замечательную татарскую певицу Василю Фатахову, которая трагически скончалась в 2016 году в возрасте 36 лет после неудачных родов. Но она продолжает жить в песне, которая ее сделала знаменитой. Я помню Василю Фатахову на концерте нашего телеканала в 2008 году. И это невозможно забыть. Туганьяк Встретимся через неделю на канале ТНВ. До свидания. Здравствуйте. Поговорим о погоде на ближайшие 7 дней в студии Лейлы Латыпова. На северо-востоке республики в начале недели температуры будут высокими до плюс 21. В среду пройдет дождь, температура начнет понижаться и к выходным около 14 градусов выше нуля. На юго-востоке в понедельник и во вторник плюс 20. В четверг уже всего 13 градусов тепла. В выходные местами пройдет дождь и около 14 градусов выше нуля. В центральных районах первая половина недели будет теплой до 19 градусов. К выходным похолодает плюс 14 временами дождь. На юго-западе республики всю неделю будут наблюдаться осадки. В начале недели плюс 20, к выходным всего 13 градусов выше нуля. На северо-западе и в Казани также ожидается понижение температур и дождь. Среднедневная температура около 14 градусов тепла. Осень – это то время года, когда люди должны согревать друг друга словами, чувствами и добротой. И тогда никакие холода не будут страшны. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok